Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мститель А на самом деле Как зовут? Артем А фамилия? Гупала Гупала Так, ну и У нас сегодня будет очень много вопросов к Майнцу И один из первых И судя по комментариям, самый животрепещущий, что же это запиток Вы знаете, кто его создатель? Создатель прямо перед вами, по левую сторону от меня. На самом деле, в нашей команде, вы знаете, самое интересное, разделены роли. У каждого человека есть свою роль. Есть набженец, есть человек, отвечающий за позитивное настроение, есть человек, отвечающий за форму, есть люди, отвечающие за чудо-напиток. Вот он, сегодня я специально подготовил его, чтобы наконец-то секрет Майнца раскрылся. Не знаю, сколько уже беспроигрышная серия, там больше, наверное, 7 игр, но вот больше, да? Вот, пожалуйста, перед вами 5 литров, в этом цвете оранжевый, а есть зеленый и красный. Вот, расскажем тебе секрет. Секретов никаких нет, мы верим только в победу. Все заражено исключительно Юрием Бандарином, исключительно только им. Хочу сказать еще какую-нибудь вещь, потрясающую, как здорово себе. Победа нам нужна, да? Да, Юрий? Какая? Хорошая, хорошая победа. Согласен, да. Чудо-напиток нам, конечно, помогает. На самом деле, у нас просто не хватает денег на обычную простую воду. Атем в рабочем условии, либо он работает бармером, он занимается этими чудо-искусными напитками. Мы ему доверяем, пока никто не страдал от него и победы идут, поэтому... Страдает только ваших соперников. Отцы и традиции, да, обходить пока не будем. Пока нам эта традиция не изменяет, так скажем. Так, ну, мы сейчас как раз-таки о напитке поговорили. Состав был, наверное, все-таки укрой за секрете. Единственное, понятно, там, по-моему, у вас оранжевый есть, зеленый какой-то. И красный. Там, наверное, уже целая куча будет, Михаил. Делайте заказы, да. Там есть красители или это просто из-за состава? Какие красители? Что вы, что вы? Все исключительно, как вы видели, только на фрешах. Посмотрите внимательно на майку с номером 10 и увидите, что это некрасители. Ну, давайте выпьем за первый секрет, который мы сегодня раскрыли. Сегодня будет еще несколько. Так, и безалкогольные, ребят, честное слово. Тут просто уже были у Гамбурга предположения, что это там мельдония есть. А, даже так было? Да. Так, снова о нем мы все-таки собрались сегодня посмотреть, обсудить прошлый матч, прошедший матч. Для вас, наверное, из последних 10, наверное, был самый сложный. По-моему, с 10 матчей вы только в два раза играли еще. Один раз со Штутгартом, когда ребята неожиданно боролись с вами сильно. Ну, и здесь с Гамбургом получилось 2-2. Давайте перед просмотром матча посмотрим на другие итоги. Какой из них для вас оказался наиболее удивительным? Лично для меня самое удивительное, наверное, Дрезден Герта. Да, я согласен. Мы думали о том, что Герта победит. И думали, что это будет достаточно легко. Но Дрезден в последнее время очень здорово идет. Удивляют ребята. Я бы даже сказал, мы сейчас ехали в машине и думали, в чем их секрет. Наверное, все-таки секрет в их области. Что, ребята, команда не очень скоростная, но очень грамотная, опытная и рассудительная. Мастера Цандри Поля, который мотаролирует мяч и удалось победить Герту. Видно, что ребята играют с головой. Действительно, они стараются, когда нужно играть на контратаках, когда нужно атаковать. То есть, у них есть, вы знаете, как в футболе есть определенный круг старшего поколения, который советует молодым игрокам, как действовать. Ну, в этой команде действительно опыт играет и дает неплохие результаты. Они с вердерами, если я не ошибаюсь, играли 2-1, при том там была ничья с нашим одином. То есть, ребята действительно хорошо играли. Они из раму в 2-6, до последнего года была борьба. Наверное, немножко удивительно поражение Баварии. Как-то, не знаю, я думал, что все-таки Слепсер будет либо равным, либо они все-таки победят. Наверное, все сказывается из-за того, что в последнее время играют молодые ребята. И, не знаю, если честно, можно немножко Баварии коснуться? Немножко странная ситуация, когда мы каждый день открываем приложение, и ребята переходят то в Краснодар, то в Баварию, то заканчивается и начинается. И какая-то немножко неразбериха, мне кажется, сказывается на их футболах. И не знаю, как они выступают за Краснодар, но, собственно, они как-то сбавлены резко. Ясно, да. Ну и мы видим, что вернулись в командах из отпусков. Да, это и Кохенфайм, к сожалению, сильно в Крупном проиграли ваш следующий заперник. И Штутберг. У Штутберг, получается, две последние игры. Это с вами ничья и с Фюртом ничья. Вот так вот ребята пошли по ничьянам играть. Мы с ним сыграли ничью с Фюртом одну игру. Со Штутберг сыграли ничьем. Так, ну, в принципе, по результатам еще, конечно, был очень интересный матч Боруссия-Михенглаба. Боруссия-Дортмунд. Счет менялся тоже очень часто. И тоже, кто-то смотрел обзор, посмотрите, довольно интересный. Боруссия-Доруссия-Доруссия. Да, я знаю. Давай там Антону привет большой. Вердер по счету очень легко обыграл Шарки. Но по игре первый тайм был 0-0. И до середины второго тайма Шарки держалась. Но затем несколько ошибок похоронили в этом матче. Да, ну, Вольсборд уже держал уверенную победу над Ганновером. Игра Би Айнтракт, по-моему, самый крупный счет показал для себя в этом турнире. Вот так вот, встретив ребят из Хопа после опыска таким вот счетом. Ну, нас сегодня больше всего интересует обзор. Обзоров еще нету, кроме этого одного. Ну, посмотрим. Наверное, уже многие его посмотрели. Так, сейчас включится. Вот сейчас он у нас будет идти на экране у вас просмотра. Ну, вы уже, наверное, смотрели, да? Да, конечно. Вся команда. Что вы можете вообще сказать и по самой игре? Да, по антуражу до. Просто я знаю, что и у вас были усиления определенные. И Гамбург, скажем так, к вам усилился чуть-чуть. Знаете, игра набрала невероятный, скажу, ажиотаж. Потому что были комментарии, да, соответствующие этому ажиотажу. Да, мы сейчас включим со звуком. Да, звук играет здесь важную роль. Несколько моментов было на них, да. Ну, я тебе руку. Все-таки лягушок. Да, ну вот, в общем, сейчас будем смотреть обзор и о нем обсуждать. Да, могу сказать, что количество зрителей, которое присутствовало на этой игре, наверное, побило все возможные рекорды. Потому что, опять-таки, были зрители, потому что составы команд, то есть мы видели сейчас, сколько было составов Гамбурга, да. Остался Айн Тракта, приехал Манчестер Сити, да. Да, и очень многие разные команды, я знаю, что мы в Шальке приезжали. То есть, действительно, со всех сторон были зрители, те смотрели, комментировали. И могу сказать, что получали удовольствие, потому что, действительно, игра получилась очень-очень интересной. Было обсуждено два разных тайна, да? Да. Ну, как вот с поля, наверное, смотрелось? Юр, расскажи твои впечатления, особенно, наверное, по началу игры. Мне кажется, в начале нам, во-первых, немножко повезло с быстрым голом. Но, к сожалению, он продержался там буквально, по-моему, минуту. Лидвейн будет это ввели в счете. А сейчас, как раз-таки, будет этот гол. Вот он. А небольшой рикошет! Здорово прожил Алексей Череченко, небольшой рикошет и гол. Вот, нам повезло с этим голом. Но ребята быстро собрались, так что, в принципе, все вернулся в свои рельсы. Мне кажется, первый тайм был обоюдо острым. И он немножко был таким напряженным, что ли. Каждый боялся совершить какую-то ошибку. Но постепенно игра раскрывалась. И во втором тайме, наверное, ну, я думаю, выражу общее мнение, что Гамбург у нас сегодня последние минут 10-15 очень здорово поддушил. Мы немножко подсели и пытались играть в контратаку. Собственно говоря, наверное, с ними так и нужно играть. Это первое. А второе, мы уже немножко и силы у нас покидали. Вот. Поэтому мы пытались играть на контратаку. Вот. И, наверное, нам чуть больше повезло во втором тайме. Повезло в том, что, в принципе, мы сохранили этот ничельный счет. Хотя я говорил после матча в интервью, что недовольны, по сути, ни мы, ни Гамбург. Потому что в клубе команды потеряли очки и сыграли на уровне конкурентов. И Антрахту, и Вердеру, и к тому же Вольфбургу, например. Ну, Гамбург очень серьезная команда, очень сильная. И ребята, мало того, что они играют своими, они очень сыгранные. Вот. Это видно невооруженным глазом. Каждый видит, чувствует маневр. То, куда побежут. Да, напарник. Да, да, да. И очень сильная форма. У нас немножко... Даже... У нас были усиления, да, перед этой игрой. Но... Да, вот этот первый момент. Немножко я тебя прерву. То есть, на камеру, к сожалению, не было видно. Потому что видели, что если рука была, то она, получается, осталась с той стороны. Да, понятно, возможно, неумышленно. Была ли рука, действительно? Я был буквально в пяти метрах, вот я нахожусь с этого момента. На самом деле, рука была, но мяч... Как это правильно говорит? Не человек играл рукой, а мяч попал в руку. Потому что с расстояния 50 сантиметров не могло среагировать на рикошет мяча. Человек ногой бьет по мячу, попадает в другую. На самом деле, такой момент 50-50. То есть, судья принял такое решение, не поставил. Ну, это и нормальное, и такое решение, и даже с фон свистом тоже все поняли, все бы это приняли. Ясно, да. Получается, что момент был в центре поля, а в итоге образовался ругол. Поэтому, естественно, 50-50 образовалось то, что... Да, в результате ошибки, если можно назвать ошибкой. Вот опять моменты Гамбурга. Да, мы сейчас посмотрим еще с камерой сверху. То есть, у вас немного были дыры в обороне. Несколько раз, несколько раз нет. Немного. Ну, это, наверное, опять же, Михаил, за счет несигранности мы потусились. Но немножко общий язык, нам нужно было время, чтобы его найти. За счет этого дыры образовывались. Да, и, по-моему, ваш капитан после матча в интервью похвалил очень голкипера. Да, вы знаете. Потому что несколько игр подряд в интервью мы постоянно его ругались, что он не может остаться. Постаравливали. Да, потому что даже было в этом, на трансферном рынке, кто видел запись от вратаря, что команда Майнс ищет вратаря способного, так сказать, чемпионскими амбициями. Я вам скажу так, это один из лучших его бою. Один вообще. Знаете, очень многое, значит, сам настрой перед игрой. Я вам скажу, что именно на Гамбург, по-моему, самый большой настрой был у нас за весь чемпионат. Я, наверное, выражу общее мнение, потому что на Гамбург. Во-первых, потому что первая команда, которая отобрали очки, ну, как очки, взяли ничью с Гамбургом. Во-вторых, это тоже наши прямые конкуренты, так как мы хотим тоже ворваться в тройку. А что вы ставите по голову по Гамбургу? Ну, на самом деле, элементарная ошибка наша, не добежал человек. Обрезка, обрезка. Да, дело не в обрезке, просто человек, который оборонялся впереди, не добежал за своим игроком. Ну, на данный момент у нас опытный товарищ, не хочу назвать его Гамбургом, но слишком известно, чтобы о нем говорить. Вот, на самом деле, про вратаря правильно говорят, Дмитрий Людмилов эту игру, я считаю, это была лучшая игра в сезоне, реально лучшая. Безмотря на то, что он пропустил твой гол, так бывает, да? Хотя, на самом деле, у него очень много сухих матчей, да, если он посмотрел, 5-6 он точно уже провел. Вот эта игра, я считаю, лучше он выручал. И плюс у него травма, как оказалось, у него очень серьезные последствия. Вот это тоже момент интересный, вот сейчас без повтора. Болельщики Гамбурга, болельщицы Гамбурга долго думали... Почему? Зачем гол? Нет, они не знаю, что засчитали, они просто считали, что счет 3-2, и спокойно играют. Время. На самом деле, очень многие, не только болельщики, просто говорили, что вроде же три мяча Гамбурга забил, почему 2-2, почему там. Вот, объясним, что это был свободный удар, мяч никого не коснулся, и, собственно, поэтому он был отменен. Да? Судья абсолютно правильное решение принимал. Да, и, в принципе, и футбуси Гамбурга туда особо не спорили, потому что, действительно, мяч никого не коснулся, но зрители, возможно, не все это поняли, и вроде мяч оказался 5 раз в сетке, да, в итоге еще 4-4 было. Михаил, скажите, пожалуйста, ответите мне на вопрос тогда, почему тогда по личности у Гамбурга не спорили тогда, когда судья не назначил финансов. А мы сейчас этот момент посмотрим. А как раз таки, скажем вообще, много очень разных мнений по этому моменту. Мы сегодня и с вашим вратарем, который сейчас восстанавливается, да, поскольку мы его обсуждали этот момент. Да, здесь вот за разговоры, которые начались еще в конце первого тайма два игрока Гамбурга. И они как-то стали четвертыми карточками, желтыми, и следующую игру они пропустят и защитник центральный, и Сережа Курьян. Вот, и... Вот здесь, с одной стороны, очень непонимальная ситуация, то есть, во-первых, здесь мяч тоже отскочил. Ну да, забыли, да. Вот, но в любом случае, непонятно, почему игрок упал в сторону абсолютно другой от удара. Вот это вот действительно непонятно. Михаил, вы можете посмотреть непосредственно удар, вы сами слышали. Нет, удар я слышал вообще. Вопол был такой, что действительно слышно было очень-очень далеко. Это просто наш я встан, я встан. Он просто-напросто стоит всегда до конца. И он просто-напросто отыграл момент до конца. Когда ему стало больно, он просто-напросто упал. Да, еще нам было и фотографию кто-то выложил, да, там, в комментариях. На самом деле, если и без шуток, то на самом деле это чистый пенальти, это за двух метров. Вот, так же, как, по сути, ребята, даже в переписке с Гамбургом, они провели в том плане, что если я в моменте, когда Леша забивал второй гол, мог руку поставить в центре поля, мы не забили бы этот гол. Здесь, при этом, в обратную сторону, здесь 100% пенальти. Если там ставишь руку, тогда и здесь, даже если не считаете фолом удар по ноге, тогда за руку не наставить. Да, рука там действительно была, то есть она тоже отскочила. То есть либо там, либо не там, либо не там, как он и сделал, свистеть, либо свистеть. Да, судья, я же говорил, что судье очень трудно принимать решения, когда играют. Давление большое, понятно, наверное, судьи еще, ну, молодые были, откровенные. Не опыта, не опыта. Я думаю, что это немножко не хватает, и, конечно, они такие матчи, но я не скажу, что это супер матч с точки зрения профессионализма какого-то футболиста, но это супер матч с точки зрения напряжения и давления на судью, в том числе, в первую очередь на судью. Кстати, это 12-й тайм, но когда Илья пришел в середину нападения, конечно, мы подсели сразу, моментально. Видно, что человек очень хорошо играет. Живи, Марик, живи. На самом деле, фотографии в контакте были, там, у человека после этого удара. Да, палец, сукашили. Не думайте, что он нам символировал. Да, символирует палец. Действительно, был очень серьезный травм, как сейчас смотреть. И, да, в конце, еще раз, даже с поломанным пальцем Дима несколько раз выручал. Доиграл до конца. Пусть у него еще до матча болела очень сильно спина. А вот здесь мы, конечно, могли решить. Очень хотелось про этот момент поговорить. И, наверное, во втором тайме, помимо пенальти, мы могли добыть победу. Я бы сказал, даже по второму тайму украсть его гамбурга. Вот. Но, к сожалению, не получилось. Причем, человек, какие забивают вообще. Кстати, мы сказали про нашего тайма, мы сказали про Лешу Черевиченко, который очень здорово сыграл. И только эту игру, наверное, в будущей семье, кто видел, что человек делает на поле, и отдает и забивает. И этот игр очень здорово себя проявил. Два раза забил. И, в принципе, вся острота во втором тайме исходила от него. Лучше, лучше. Вот. Да. А, в принципе, если подводить какое-то резюме, то, наверное, счет закономерен. Даже вратарь Гамбурга это подтвердил после матча. Сто процентов закономерен, наверное. Потому что две, наверное, равносильные команды встречались. И получилась боевая ничь. Ну, интервью, на самом деле, кто захочет, кто посмотрит. Интервью были интересные долгие бои. В этот раз без обливания чаем. Серьезное интервью. Серьезное интервью, да, уже не шуточное. Так, давайте посмотрим на таблицу, которая у нас получилась после этой встречи. Юр, по-моему, ты сказал, да, что такой исход, наверное, на пользу, в первую очередь, и интриги, и конкурентам. Да, потому что и Вольфбург обрадовался, естественно, как Вердерс, а Интрахтам, уж тем более. Так, ну вот, в принципе, вы пока что на третьем месте, но у вас все-таки на четыре игры больше, чем у Вольфбурга и Интрахта, и вам, конечно, нужно их ошибки, чтобы ворваться в тройку дальше и, в принципе, там остаться. В каких соперниках вы уже, по-моему, со всеми сыграли, кроме Байера, да, в первом круге, и уже некоторые матчи даже во втором кругу. Какие матчи во втором круге для вас будут самые принципиальные, кроме Гамбурга? Понятно, что с Гамбургом это, конечно, незаконченное дело у вас, наверное, будет, да? Надкусили Гамбургер, но не до конца не съели, как сегодня в обзоре, да, я написал. Какие, кроме Гамбурга, для вас встречи будут наиболее принципиальными? Вы знаете, лично по моему мнению, я могу отметить команды из первой десятки, наверное, именно все, потому что набравший ход Динамо Дрезден, с которым мы тоже... Это уже одиннадцатый. Да, мы все равно... Они не рядом. Они не рядом, да. Герта, которая обещали нас обыграть очень-очень крупно. Вот. Шальке. Герту лучше. Естественно, самые прямые конкуренты, я считаю, это Айнтрахт и Вердер, потому что с Вольтбургом мы уже сыграли две игры, вот. Но тяжело будет, конечно, я могу выделить Вердер. Это мое мнение. Ребята тоже усилились, и у ребят стабильная игра. Они давно, по-моему, ни с кем не играют в ничью, и все время у них одни победы. Нет, у них получается поражение от Айнтрахта и ничья с Вольтбургом. В том матче, который в Вольтбург, и потом Ревас. Ревас в самом конце, на последней минуте забил сумасшедший мяч, как он, в принципе, довольно часто делает. И в матче с Гертом, он забил несколько красивых мячей. Да, то есть... Вердер и Айнтрахт, на самом деле, самые опасные. Айнтрахт тоже сейчас удивил меня этим громаднокосмическим счетом с Хофенхаймом. Я думаю, Вердер и Айнтрахт. И я лично согласен. Артем, я тоже жду, что выиграть с Гертой. Неважно, на каком они месте, просто их братарь после игры обещал, что во втором круге будет реванш. Мы очень ждем. Да, он почему-то нас обиделся из-за того, что они не собрались на первый круг. Ну, как бы, не знаю, в чем наша вина здесь. Ладно, суть не в этом, мы их ждем во втором круге. Но, конечно, мы хотим... Сейчас очень хочется в Лигу Чемпионов. Мы реально понимаем, что до Гамбурга очень далеко. Наверное, нереально их достать. Просто, даже если мы будем выиграть все игры, Гамбург нужно терять очень много очков, чтобы мы их достали. Я думаю, по этому и приедем очень многие люди, на самом деле, из других клик посмотреть просто-напросто на этот матч. Почему? Потому что, ну, как бы, в Лигу Чемпионов сейчас стремятся очень-очень многие, как бы, команды, вот. И просто-напросто проанализировать и посмотреть, как люди просто-напросто соберутся и будут играть по зиме, допустим. Так что мы реалисты. На самом деле, наша сейчас главная задача, мы постараемся попасть в тройку. Ходим в Лигу Чемпионов. Да, это, кстати, последний вопрос. Ваша задача, вы его вот сами уже ответили. Слушай, да, амбиции у нас, аппетиты растут. Растет, потому что когда-то мы были, если не ошибаюсь, на 14-13 вместе, да? И потихоньку начали подниматься. То есть Москва не сразу строилась, но команда сформировалась. Есть определенный костяк, который добивается успеха. Надеемся, что, конечно, успех наш и приведет к призерам. Да, вы одна из немногих команд, которая, получается, вот, наверное, туров 5-6 вышли где-то внизу. Да. Проигрывали и Вирдеру по БУ-9-4, и еще было несколько разгромов. Вы не опустили руки, вы усилились, ну усилились, да, сыгрались. Купили форму. Просто, ну, наверное, в уже немножко этот вопрос начали пить чудо-чай. А не с первого года, да? Нет, не-не-не-не. Вот она. С 46-го седьмого года, как раз, кстати. Просто, на самом деле, да, с появлением российской премьер-лиги, да, мы знаем, что некоторые команды, которые шли внизу и в Англии, и здесь, то есть решили, как сменить профессиональный пионат. Слились. Слились. Ну, мы все-таки ставим толерантно говорить. А вы действительно, то есть, несмотря на свои 4 поражения, которые у вас было, да, в самом начале, и там… Две ничьи с сумасшедшими командой? Ну, две ничьи с сумасшедшими командой, но там действительно игры были сумасшедшие, нерестные. Да, поэтому мы говорим про первые 4 поражения, которые, по-моему, со второго тура у вас и не выиграли, да, первые выиграли. И вы после этого действительно не бросили, да, то есть усилились, сыгрывались, пили чай, покупали форму, да, то есть смотрели обзоры соперника. Собор команды у нас обязательно. Ее фишки перерывать, да. Перерывать и готовились. И теперь действительно вы идете на третьем месте, да, хотя старт у вас был, ну, скажем так, крайне слабым. Забуксовали немножко. А что можете посоветовать тут командам, которые действительно, ну, переживают свои неудачи и, не знаю, ищут, наверное, более легкие пути к выживаемым еврокубкам, чемпионствам, медалям и так далее? Да есть нам что пожелать на самом деле. От той же Баварии, ну, я считаю, команда играла таким составом, который был в первом круге. Мы, например, если помнишь, очень тяжело это обыграли, да, когда все уделялись. Ну, по счастью, по счастью, на самом первом неожиданном. В Волоке. У них была очень такая бодрая, живая, интересная команда. Я думаю, чтобы они сейчас, они сейчас однозначно отправились за места в еврокубках, уж не ниже Шалькина, например, там уже не были, я так думаю. Да и сейчас молодая команда была. Это такой способ, вероятно, как тоже Краснодар перейти, как будто там птицу счастья какую-то за хвостом ходить и попасть там в еврокубку. Я считаю, что это не очень правильный путь. И хотелось бы встречать вопрос, действительно ли эта команда снимается? Я имею в виду Бавария и про Байера, да, вопросы? Да, с Байером, грубо говоря, тут Байер, который начинал, он уже давно снялся, это Локомотив. Часть ушел в Московский Локомотив, часть ушел в Тульский Арсенал тоже играл. То есть они сейчас играют в одна команда, они поделились на две. Да, у них в дерби между собой было даже в первом торе. И плюс, то есть даже сейчас там остались какие-то ребята, которые уже месяц почти не играют, и они также играют в Локомотиве. То есть ситуация для меня загадочная, то есть я пытаюсь уже третью неделю вам с ними поставить игру, и у них постоянно что-то на них получается. То есть, скорее всего, я думаю, что они, как и Бавария, Бавария сегодня официально сказала, что они этот сезон, ну, как получается, что у них в следующем сезоне все матчи будут идти истинные поражения. Гражданами соревнования. А, нет, тогда вопрос такой. Следующие матчи поражения, а остальные матчи, которые они сыграли, останутся в Сибири, да? Да, естественно. То есть все матчи, которые они сыграли до этого, то есть 23 очка у них остается, и если их, не говорю вдруг, если их обгонят, к примеру, вот те команды, которые сейчас идут ниже 14-го места, то Бавария в следующем сезоне начнут сезон, потому что не собираются начать сезон, но уже во второй бундеслинии. Потому что, то есть они действительно... То есть противные принципы? Принципы есть. То есть они набрали свои 23 очка, те, кого не обыграли, да? То есть потеряли очки тех, кого там с ними сорвал ничью, или борожение. То есть вот они сыграли, можно сказать, первый круг свой, и приснились. Ну да, это их выбор, их решение. С Байером, я еще раз говорю, я не знаю точно какая ситуация, то есть я пытаюсь добиться у человека, который сейчас капитан Байера, ясности пока не отвечает. То есть если действительно Бавария уходят, то она начинает в следующий сезон во второй бундеслиги и уже будет бороться там с новыми командами. То есть мы знаем, что 14 команд остается в первом бундеслиге, четыре уходят во вторую, и все новые команды заигрывают уже во вторую, и там уже за тем в следующем году будут переходные матчи. То есть следующий сезон в бундеслиге будет 14 команд, да? Да, это во всех лигах будет по 14 команд, потому что во 18 команд... Ну, старая лига должна отыграть в Багаря, ну, первая, да? Да, да. Чтобы начать создации в спортивном принципе. Да, вот получается, что он будет такой, если Баварию обгонят команду, к примеру, ну, Байер Парик, да, тоже, Каффин Хайм, в которых много игр, тот же Штуглер, которые действительно борются, да, мы видим, что они играют, тоже, возможно, Фрайбург, да, который уже, мы видим, можно... Ну, что-то неудобства? То есть, действительно, в Баварии, наверное, спать спокойно нельзя, потому что, конечно, пока отрыв у них довольно солидный, больше десяти очков, но в любом случае... Ну, по нынешней таблице, мне кажется, столько сенсаций может быть, поэтому я не могу гарантировать им это. Это их решение, то есть, они очень хорошо начали сезон в российской премьер-лиге, они, по-моему, сейчас идут на первом или на втором месте там, ну, то есть, это их выбор, и, собственно, они решили именно так, мы должны его уважать. Так, и по последующему туру, да, еще официального расписания нет, потому что еще некоторые игры формируются, точнее, ну, не сказать, это формируется, я сегодня после работы сохраню это все. Вы играете с Хоффом в пятницу, должен быть неперенесенный матч, просто им нужно играть по несколько игр, потому что действительно их очень долго не было, у них всего лишь 12 сыгранных игр, поэтому они играют по две игры, к сожалению, в воскресенье поставить две игры, в принципе, невозможно, потому что воскресенье хотят все, так как в субботу футбол, в субботу Ростов, в субботу свадьбы, да, мы не знаем, поэтому играют они в пятницу, играют они в воскресенье, и будут наверстывать упущенное, как, в принципе, и другие команды, у которых чуть меньше играют. Вы очень долго шли с, как бы так, с отставанием, сейчас обогнали всех по количеству игр, ну, почти всех, да, и, в принципе, у вас, вы можете спокойно играть в одной игре, но я знаю, вы все равно хотите играть по две. По две, вы даже хотели, вы даже хотели с Гамбурга, после Гамбурга, вы хотели сыграть еще игру, да, еще игру, это все из отчаяния, и все-таки, это такая бешеная уверенность в себе. Знаете, это 50 на 50, это, конечно, чудо-чай, и, я же повторю, наверное, настрой команды, потому что команда хочет биться, команда хочет играть, команда хочет, все-таки, жадные, да, мы можем, конечно, мы жадные, милициозные, можно сказать, мы милициозные, да, медали, но это так, и команда всегда есть настроена на каждой игре, независимости от соперника, будет это Хоффенхайм, будет это Ведера, Антрахт или Гамбург, то есть, Юрий правильно говорит перед каждой группой, сладких соперников не бывает. Боль-то у нас прямоугольная, мяч круглый, поэтому настраиваемся на каждых соперников. Я не думаю, что с Хоффенхаймом будет прямо легкая прогулка, у нас по полю. Единственное, Михаил, хотелось бы задать вопрос, насколько судейство такое пропадет, в плане того, что нас судят на букву Г, лыцари вот эти вот, потрясающие, вот, моменты с собой именно хочу разобрать некоторые, парочку там, буквально, когда ноги убивают, допустим, и так далее, а на это не обращается внимание. Вот, хотелось бы, чтобы судейство было объективное, чтобы и в одну, и в другую сторону, допустим, точно так же, допустим, человек рассуждал. Ну, смотрите, и я уже говорил, на прошлой программе, и в комментариях, что мы с той недели сошли, вошли в состав Федерации Горобова, и даже вот уже, ну, там есть, конечно, свои минусы, то, что не заносят приложения по этому команду, которые, возможно, недосчитались передач, да, я уже сегодня написал, есть правил, потому что, то есть, к примеру, в субботу, выиграли воскресенье, в субботу были опытные судьи, очень хорошо отсудили, но, единственное, они отказывались, пока что, вносить наши изменения в приложениях, записывать передачи, но это тоже будет, будем, как бы, с этим работать, то есть, сейчас от Федерации пришел запрос, потому что, да, есть матчи, которые, скажем так, важны, да, и по таблице, и по нокауту, и Федерация спрашивает, на какой матч нужно поставить более опытного судьи, понятно, что есть игры, ну, скажем так, более простые, более легкие, которые также будут судить судьи, то есть, они не предвзяты, но, правильно говорят, что они, наверное, молодые, им просто иногда не хватает таких опытных. Есть просто такие моменты, допустим, я считаю то, что, допустим, та же самая Микка, когда два боковых чтобы бегали, там, вот, есть такие матчи, когда можно с одной и с другой бровки, чтобы человек бегал просто на просто. Ну да, чтобы видеть все, возможно, тем более, поле довольно большое, конечно, одному, одному тяжеловато, это смотреть. Но у нас был матч, не помню с кем, по-моему, сколько, сколько, вторая игра была, да, 22 судьи. Да, то есть, это Андрей и Миша, да, то есть, мы тоже иногда практикуем, уходим, но сейчас, еще раз, мы не могли поставить двух судей, потому что сейчас уже занимается федерация футбола, то есть, она выставляет судью, который и судит. Конечно, хотелось бы на вот эти матчи, которые были в воскресенье, чтобы судили те судьи, которые судили в субботу, потому что действительно были, ну, даже, можете спросить, у друзей из Баруси, из Гмитрия Глабаха, это судья Иванов, судья, даже при том, что он удалил капитана Баруси, из Гмитрия Глабаха, это судья очень хорошо, чтобы Вика сказал, что, блин, это классное, хорошее судейство, потому что, да, человек с таким опытом, к нему сразу идет определенное уважение, да, и поэтому, я надеюсь, что впредь, когда мы будем просить ставить на определенный матч определенных судей, они нам будут их, собственно, отдавать, они будут приезжать, то есть, мы тоже, как бы, стараемся, но в эту первую неделю, то есть, тот список, который нам прислали, тот мы, собственно, и поставили, причем даже один судья опоздал на матч, и судил, как бы так, другой судья, который уже не должен был судить, бывает такая ситуация, потому что, взяли... Это каски, судя, ну, который, получается, у него команда, он играет в одну из команд, у него есть лицензия, он судит тоже в матче, и просто, получается, что он приехал со своей команды от первого матча, и потом, у тебя есть лицензия, то есть, иди теперь суди, потому что теперь никто не может судить, это на самом деле очень хорошо, вот, у того же Миши, у Андрея, есть лицензия на судейство, но, опять-таки, им, конечно, нужно больше опыта, я с вами абсолютно согласен, что, возможно, некоторые решения им принимаются, скажем так, довольно сложно. Я могу в эфире просто сказать, как бы, есть люди, которые, допустим, подмигивают, грубо говоря, и говорят, да, не было нарушений, нормально все, допустим, там, ну, потолкнули чуть-чуть, ничего страшного, допустим, такие моменты, когда человек специально идет, два момента, либо убилить, либо наказать, либо ему солисты, как бы сказали. Чтобы таких ситуаций не произошло, я считаю, что, ну, нужно как-то немножко от рамочки, и рамочки немножко поставить. Молодые ребята, я думаю, наберутся еще опыта. На самом деле, мне кажется, я хочу добавить, вот, палка в двух концах. Понятно, что они молодые, не хватает опыта, но если они не будут следить в таких матчах, как наш с Гамбургом, то они никогда не будут следить. Но об этом не наберутся. Если они будут следить, если они будут следить, например, с Хофенхаймом, либо обидеть эту команду, то просто они реально останутся на том же уровне, где они и плавают. Они через собственные шутки, пока они не ступят на грабли, и они долго это не наберутся. Просто есть такие моменты, допустим, когда человек подходит, подожди, человек подходит и говорит, ну, я там не свиснул, поэтому я здесь не свиснул. Чтобы такого не было просто. Артем правильно говорит, ну, мы не то чтобы укор судим, мы к тому, чтобы они росли, мы желаем вам удачи, и, ну, дай Бог, чтобы дальше будет просто умышка. Ясно, спасибо большое за совет судим, которые... Подождите, хэштег осень ИванАнапа 2017. Хэштег осень ИванАнапа 2017. На самом деле, хотели команду, как ему прям присутствует, передать огромный привет нашему вратарю Дмитрию. Пожелать ему здоровья. Здоровья. Только только лечился. Лечился, побыстрее, да, восстановился. Потому что на игру с Раффенхаймом, я думаю, на следующей игре у нас пока будет стоять в другой вратаре. И дай Бог ему поменять карачаевское пиво на Димона. Димон, тебе привет. Ждем. Дима выздоравливает, здоровья тебе большое. И да, ждем тебя через несколько игр опять в трою. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. за вкусный чай. Ждите выпуск, скоро появится. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо большое.